Летом 2019 года житель села Сосново-Озерского возвращался из гостей и решил скоротать путь через забор. Опасность не рассчитал и сильно повредил ногу. Разрезал обострый край профлиста. На скорую его экстренно доставили в больницу, но вызвать хирурга не удалось. По версии следствия, врач просто отказался выехать из дома, хотя за ним специально приезжала машина скорой помощи. Обвиняемый вину не признал, пояснил, что не смог выехать в больницу и оказать медицинскую помощь по причине плохого самочувствия. Под утро мужчина скончался, его тело нашли на полу в палате. В течение двух лет жена погибшего обивала пороги инстанции. Экспертизы, следствия, показания свидетелей, все свелось к тому, что пациенту требовалась помощь хирурга. Прокуратура запросила для врача 4 года лишения свободы в колонии и запрет на медицинскую деятельность, но суд решил иначе. Признать виновным в совершении преступления, не оказание помощи больному. Назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы. Наказание считать условным. Улыбался все время, будто бы он уверен, что он не виновен, но при этом он меняет адвоката одного за одним. Чтобы он там сожалел или сострадал. Виноваты все, но не он вообще. Вот он так считает. Хотя ему и фотографии отправляли, и звонили, и скорая была два раза, стояла возле дома. Ну, он так говорит, что будто бы все виноваты, все урут. Те же самые врачи и главный врач, он спирает, что виноват, что загрузили будто бы его работой. Перед вами он извинился, а перед вашей семьей? Ну, нет. Этого даже я и не ждала. Впереди апелляция и Верховный суд. И пройти этот путь будет непросто. У женщины двое детей.